Под нежные голоса скрипок и сварливые контрабасы на сцене оживали композиции немецких классиков Баха, Вагнера, Брамса. Наступление музыкантов из Молдовы стало возможным благодаря усилиям приднестровских и немецких дипломатов. По их инициативе произведения немецких классиков и современных молдавских композиторов звучали в зале дворца. Трудно переоценить тот вклад, который вносят люди искусства в укрепление мира и согласия в обществе. Мы очень рады тому, что такие концерты проводятся в Приднестровье. На протяжении всего года осуществляется обмен творческими коллективами. Наши творческие коллективы посещают Республику Молдова. Молдавские коллективы уже не в первый раз в этом году приезжают в Приднестровскую Молдавскую Республику. Мы намерены эту деятельность продолжать, потому что такие культурные связи только упрочивают понимание между людьми. Через музыку мы хотели удалить границы и соединить людей. Мы заинтересованы в том, чтобы Террасполь развивался. На Приднестровской сцене оркестр Кишиневской филармонии выступал впервые с национальным колоритом и новым музыкальным веянием. Как признались музыканты, некоторые композиции были написаны буквально за месяц до выступления. Музыка не имеет границ, музыка не нуждается в переводах, музыка всегда вдохновляет и облагораживает наши души. У вас очень тонкий, очень изысканный зритель, и для музыканта это самое важное. Творческий тандем музыканта и зрителя будет продолжаться и дальше. Как отметили дипломаты, в рамках культурных программ в Приднестровье пройдет еще не один концерт. Ирина Полесико, Ирина Мишина и Александр Чабан. Первый Приднестровский телеканал.